Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной предпоследней торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последние торговые сутки. Интересного было очень много, активы демонстрировали безумную волатильность, жалко только, что не в ту сторону, которая была нужна нам. Но в целом, собственно, продолжим следить, конечно же, за теми тенденциями, которые сейчас разворачиваются, и продолжим искать новые возможности для, разумеется, оправданного и обоснованного с точки зрения фундамента трейдинга. Как и всегда, в ходе этого брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонусы на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетс. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять его на бонусное пополнение. Сегодня величина бонуса 8%. Что касается кодового слова, то произнесу его ближе к середине, ну, либо также традиционно ближе уже к концу нашего брифинга. Теперь давайте не будем терять времени переходить к нашим традиционным вступительным активам. И прежде всего мы делаем ставку, анализируем ситуацию, характерную для рынка энергетических ресурсов, то есть нефтемарки Brent и WTI. Актуальные котировки по Brent на текущий момент 49.31. Мы видим то, что поддержка, точнее даже уже сопротивление 50 находится повыше, Brent оказался ниже этого рубежа. Если возьмем, опять же, максимальные значения прошлой недели, это, по сути, в районе 54 получается, что Brent уже нехило просел и, соответственно, двигается, как мы и предполагали, к тем уровням, которые являются более обоснованными и оправданными. Потому что наш тотальный анализ реальной экономической конъюнктуры позволяет нам больше делать ставку на реальные цифры, на статистику, вследствие которой мы не можем отказаться от идеи гиперизбыточного предложения. Поскольку объемы производства в рамках ОПЕК, объемы в Соединенных Штатах Америки также по производству указывают на то, что количество постоянной нефти увеличивается, даже несмотря на прогнозы со стороны, разумеется, руководства этих стран о том, что снижение инвестиций в энергетический сектор будет причиной такого же полномерного снижения и объемов производства. Сейчас этого не происходит, поэтому мы не отказываемся от нашей затяжной долгосрочной идеи, предполагающей ослабление позиций черного золота. Вчерашняя торговая сессия, что, в принципе, помимо вот этого тотального фундаментального фонда, стала причиной еще соответствующего давления на нефть. Здесь стоит отметить, конечно же, продолжающийся факт консолидации. Действительно, нефть возвращается туда, где должна находиться. Второй момент. Можно за уши подтянуть, скажем, фактор, предполагающий ослабление позиций Брента по причине ослабой макроэкономической статистики США. То есть, вчера, вы знаете, были опубликованы роничные продажи, они оказались не такими классными, которые хотелось бы видеть. И тут же пошел негатив в плане того, что потребительская активность снижается, значит, будущие темпы экономического роста будут не такими хорошими, как их прогнозировали увидеть. И если будут снижаться темпы экономического роста, разумеется, слабость еще одного региона приведет к оснижению спроса на энергетическое сырье. Но я думаю, что, опять же, этот фактор натянут, его просто нужно иметь в виду, но понимать, что на рынке присутствуют, наверное, более объемлющие, соответственно, основания для тех коррекционных тенденций, которые мы закладывали в основу трейдинга и которых продолжаем придерживаться по Бренту. Еще один фактор, на который также непременно стоит обратить внимание, это рост запасов нефти США. Сначала у нас частная оценка API, после переключаемся, соответственно, на данные от Минэнерго США. И, в частности, вчерашние данные по API. Мы предполагали, что из-за, опять же, сезонной недозагруженности производственных мощностей мы можем наблюдать, может быть, даже в конце этого месяца, хотя уже по факту это свершилось, и в следующем месяце серьезный рост запасов, может быть, даже больше 8-9 миллионов баррелей, соответственно, за конкретный период времени. И, судя по вчерашней оценке API, количество запасов увеличилось на 9,3 миллиона. Сегодня у нас уже Минэнерго США, более объективные цифры. Я думаю, что в целом, наверное, этот тренд будет продолжен. И мы сегодня сможем ближе к концу торговой сессии получить еще один фактор, который позволит нам делать полномерную ставку на коррекцию и снижение позиций черного золота. Не забывайте также про Китай. Напомню, что последние данные по динамике и экспорта, и импорта стали причиной, опять же, тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем на рынке рисковых инструментов. Действительно, трейдеры паникуют, опасаются за то, что следующий отчет по темпам экономического роста окажется не таким хорошим, как хотелось бы видеть. Но я думаю, что мало кто прогнозировал хорошие цифры, делая ставку на то, что, опять же, ВВП, учитывая падение промышленного сектора, сектора услуг, учитывая снижение объемов экспорта и, разумеется, падение импорта, будет также полномерно снижаться. В общем, Китай продолжает демонстрировать жесткую посадку. Понедельник следующий может оказаться весьма судьбоносным для рынка, поскольку уже, глядя на реакцию, соответственно, участников рынка на те макроэкономические отчеты, которые публикуются по экономике Поднебесной, понятно, что сейчас, наверное, Китай является чуть ли не более серьезным триггером, катализатором для рынка, нежели даже Федеральная резервная система со своими прогнозами и ожиданиями повышения процентной ставки. Если мы делаем ставку на слабые макроэкономические отчеты по Китаю, разумеется, полномерно в связи с этим полагаем, что, опять же, усугубление экономического спада будет приводить и к снижению спроса на сырьевые товары, что в целом станет причиной еще большего, серьезнейшего давления на позиции Brent и WTI. В общем, наша цель по нефтяному активу остается неизменной, ждем возвращения ниже 45 долларов за баррель, вполне возможно, как я отмечал до конца этой недели, мы сможем коснуться и 47. Что касается российской валюты, актуальные котировки 62.55, вчерашний хай был даже выше 63, прекрасно понимаем, что на фоне негативных тенденций, которые показывает черное золото, давление сохраняется и на российскую валюту. Девальвация никуда не девалась, это, наверное, ключевой сейчас триггер поведения для российской валюты, и мы, глядя, опять же, на актуальный новостной фон, макроэкономические данные, так же, как и прочие участники рынка, не особо верим в хорошие, бычие перспективы этого актива. Следовательно, давление на рубль продолжится, если Brent начнет терять свои позиции активнее и динамичнее, значит и рубль также не останется в сторонке и полномерно будет осыпаться против своих основных конкурентов. Мы отмечали, что ближайший уровень потенциальной серьезнейшей поддержки для пары USDRAP сейчас является значением 60, откуда, скорее всего, если и рубль умудрится все-таки добраться до этого рубежа, в игру вступит уже Национальный Центральный Банк России с возможностью задействования прежнего механизма интервентного вмешательства через покупку валюты. И напомню, что эта мера буквально больше месяца, даже около двух месяцев назад, очень неплохо справилась с задачей предотвращения еще большего укрепления курса национальной валюты. Поэтому 60 это, скорее всего, предел, но я думаю, что даже вероятность того, что пара USDRAP сможет добраться до этого уровня, она сейчас крайне низка, особенно учитывая то, что Brent буквально за последние несколько торговых сессий уже похудел практически на 10%. Если негатив продолжится в рамках и позиции WTI и Brent, то есть энергетических ресурсов, значит мы будем также дисконтировать его и в стоимость российской валюты. Наша цель прежняя, неизменная, ждем движения выше 65 и, возможно, можно делать ставку на то, что до конца этого года мы сможем все-таки увидеть и прежнее значение, которое является аховым с точки зрения девальвации. Это значение, предполагающее девальвацию рубля чуть ли не в район 70 против, соответственно, американского конкурента. Идем дальше. Европейская валюта, собственно, так же, как и фунт по итогам вчерашней торговой сессии, по сути, оказались лидерами волатильности. Безумное восходящее движение, хотя мы видели, конечно же, и покруче, но жалко, конечно же, что это движение, конечно же, не в ту сторону, которую предполагали и прогнозировали мы. С чем это связано? Я думаю, что усиление позиции главного валютного риска сейчас объясняется тем сценарием поведения, который всегда присутствовал на рынке, и он был связан с возможностью панической реакции трейдеров на слабые макроэкономические данные по Китаю. Я отмечал, что если трейдеры действительно будут чрезмерно негативны по этому поводу, то повышенный спрос на защитные активы логично приведет к усилению позиции европейской валюты, потому что евро у нас валюта фондирования, финансирования для операции керри-трейда, и, кроме того, евро используют для финансирования, опять же, хеджевых сделок по коротким сделкам на европейском фондовом рынке. Сейчас эта цена реализуется в полной мере, мы видим, как евро динамично подрастает, уже фактически коснулась 15-й фигуры, фактически котировки чуть ниже уровня 1.15, и есть, конечно же, вероятность того, что этот восходящий импульс будет продолжен и дальше. В качестве другого фактора поддержки для главного валютного риска можно отметить еще и публикации более слабых данных по американскому рынку, в частности, данные по роничным продажам. Ожидали 0,2%, по факту отчет оказался ниже. Соответственно, если мы, опять же, будем пытаться объяснить фактическими отчетами по США возможное решение со стороны ФРС по повышению процентных ставок, понятно, что любой слабый макроэкономический релиз усиливает спекуляции на тему того, что это решение стоит отложить до более лучших времен. Этот сценарий и этот фактор, скажем, влияния на позиции рисковых инструментов также присутствуют и действуют на рынке. Помимо этого, стоит отметить еще один слабый макроэкономический релиз уже европейского рынка. В частности, вчера мы следили за статистикой по промышленному производству. Фактически отчет минус 0,5% в месячном эквиваленте против прогноза 0,9%. Что касается годового отчета, то также мы увидели статистику хуже, что в целом позволяет нам делать выводы касательно того, что промышленный сектор еврозоны, уже так же, как и промышленный сектор ведущей экономики валютного блока Германии, реально растерял восстановительный импульс, а значит, давление будет сохраняться, поскольку ситуация в целом не изменилась за последнее время. Значит, впереди у нас более слабые темпы экономического роста уже еврозоны в целом. Что в целом, наверное, еще дополнительно добавит негатив для общих темпов экономического расширения и позволит, наверное, на рынке появиться еще одному фактору панических реакций со стороны трейдеров, которые делают ставку именно на состояние мировой экономики. Еврозоны действительно очень слаба на текущий момент. И если прогнозировать, опять же, темпы экономического расширения через ситуацию и через макроэкономические отчеты Германии, я думаю, что у нас будет достаточно поводов убедиться в том, что действительно это один из самых слабых регионов стагнации, которые уже фактически рискуют перерасти в рецессию. Самый главный вопрос. Когда же все-таки трейдеры перестанут обращать внимание на внешнюю угрозу и все-таки поймут, что очень много проблем характерны для национального рынка. И как только это произойдет, разумеется, тот негатив, который мы накапливаем с прочими участниками финансовых рынков на протяжении последних нескольких месяцев в рамках валютного блока, он разом, соответственно, выльется наружу и приведет к, возможно, тем затяжным коррекционным движениям по позиции евро-доллара, которые мы ожидаем уже очень давно. Соответственно, если этот негатив выльется наружу, значит, снова трейдеры начнут спекулировать на тему программы. Это программа количественного смельчения, поскольку совершенно очевидно, что на фоне очевидной просадки индекса потребительских цен есть соответствующие предпосылки ожидать, что эти меры должны последовать в самое ближайшее время, потому что без доп. стимулов экономик уже не справится и не обойдется. Следующее заседание состоится 22 октября, и, возможно, ЕЦБ уже сможет принять какое-то судьбоносное решение по факту, вот, соответственно, запланированной этой встречи. Речь идет о более агрессивном выкупе активов и расширении программы с текущих объемов 60 миллиардов евро, возможно, до 80. И если это решение, соответственно, будет анонсировано, европейскому вальте все-таки придется иметь дело с реальностью уже европейского рынка и, наконец-таки, удовлетворить те ожидания трейдеров, которые предполагают ослабление позиций главного валютного риска. Но как действовать на текущий момент тем трейдерам, которые следят за перспективами европейской валюты против доллара? Здесь можно обозначить два сценария. Это краткосрочный, который предполагает возможность продолжения роста главного валютного риска и возможность даже закрепления выше уровня 1.16. Может быть, движение к предыдущему локальному хаю, который был зафиксирован в районе 1.17. Но для того, чтобы принимать решение о краткосрочной покупке европейской валюты, лучше сейчас дождаться проторговки и возможной коррекции вплоть до уровня 1.14 и уже оттуда заходить в эту сделку. Что касается другого сценария, это долгосрочный трейдинг. Он уже больше характерен для, соответственно, тех трейдеров, которые делают ставку на ослабление позиции главного валютного риска. Здесь, наверное, долгосрочных трейдеров можно разделить также на две категории, которые уже закрыли свою сделку по уровню стоп-лосса. Поэтому как можно поступить здесь? Здесь нужно найти потенциальную точку, которая будет привлекательно и интересна для повторных продаж главного валютного риска. Я думаю, что в качестве такого рубежа можно обозначить ближайшее сопротивление, точнее, поддержку, которая находится в районе 1.13. Для тех долгосрочных трейдеров, которые не вышли еще из расположения главного валютного риска, продолжают, соответственно, верить в возможность ослабления. Я считаю то, что нужно, соответственно, стиснуть зубы и прекрасно понимать, что объективный фундаментальный фон, он создает достаточно оснований для ослабления. Осталось только, конечно же, дождаться, когда все-таки участники рынка, все трейдеры будут руководствоваться этим посылом и, наконец-таки, начнут обращать на те угрозы макроэкономического характера, которые идут со стороны еврозоны. Тогда, разумеется, мы получим то коррекционное медвежье ралли, на которое настраиваемся и которое ждем уже, в принципе, очень давно. Идем дальше. Долларо-японская иена. Здесь, поскольку были опубликованы слабые данные по Китаю, я уже отметил в начале брифинга, что повышенный спрос на защитные активы, разумеется, приводит к ослаблению позиций и доллара, потому что в тандеме долларо-японская иена больше привлекательностью пользуется именно японский валютный актив. ЕСД-иена слабеет, поэтому, как косочно, трейдеры использовали возможность, опять же, общего ухода от риска как хорошая возможность для того, чтобы засолить американца. Сейчас актуальные котировки 118.91. В целом, сегодня будет опубликован очень серьезный отчет по индексу потребительских цен в США. Напомню, что именно показатель инфляции является определяющим для многих голосующих членов РС касательно решения, предполагающего повышение процентной ставки. И низкие показатели по инфляции и являются сдерживающим фактором, вследствие которого многие голосующие члены еще не отдали свой голос за необходимость ужесточения монетарной политики. Если сегодня, по факту отчета, по прогнозу, между прочим, ожидается снижение индекса потребительских цен на отрицательную территорию, соответственно, если мы увидим действительно эти негативные цифры, доллару придется, мягко говоря, не сладко. И мы сможем по паре USD и иену видеть более, соответственно, низкие ценовые значения. Ситуацию могут исправить последующие после этого комментарии представителей региональных ФРБ, руководителей даже, то есть представителей ФРС. Это Мейстер, Дадли и Буллард. В частности, касательно Булларда и Дадли, я не сомневаюсь, это типичные оптимисты, которые выказывают достаточно много положительных сигналов по американской экономике, констатируют очевидный прогресс, но я думаю, что очевидный для многих участников рынка. Это по рынку труда, по рынку недвижимости. Может быть, сегодня также будет сделано много комплиментов с их стороны, и, разумеется, это позволит, возможно, нивелировать хотя бы отчасти тот негатив, который реально может сказаться в динамике пары доллар-японской иены, если сегодня мы увидим слабые данные по индексу потребительских цен. Сейчас нам остается надеяться именно на эти формулировки, на эти комментарии, поскольку, наверное, более стоящего фундамента для американца сейчас нет. И если по-прежнему делать ставку на рост американца, я придерживаюсь как раз именно таким трейдерам, нужно, конечно же, искать дополнительные сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что ФРС реально может повысить процентную ставку до конца 2015 года. Но в целом от этой идеи отказываться, разумеется, сейчас не нужно, потому что за последние полтора месяца количество, соответственно, представителей ФРС, которые будут голосовать за нормализацию денежно-кредитной политики, неуклонно растет. И стоит на рынке появиться некоторому подобию сильных макроэкономических данных, я думаю, что, опять же, фокус перевеса тех, кто будет голосовать за повышение, он будет более доминирующим, нежели те, кто сомневается в том, что экономика к этому готова. Долгосрочная идея предполагает по-прежнему рост пары доллара-японская иена и движение в район 125. Однако, учитывая то, что мы предвкушаем еще и статистику по ОВП Китая, которая будет опубликована в понедельник, разумеется, нужно прекрасно понимать, так же, как и логика, которая действует в отношении пары евро-доллар. Если данные расчаруются, соответственно, трейдеры снова будут делать ставку на защитные инструменты, и мы увидим приток инвестиций именно в японские активы, тогда доллару придется снова ослабеть. Поэтому, каккосрочно, я думаю, что будет не лишним идея, которая связана с возможностью ослабления американца против японской иены. Идем дальше. Фунт. Так же, как я уже отметил, вместе с европейской валютой, по сути, два героя с точки зрения волатильности, но с точки зрения фундаментальных отсчетов, здесь, конечно же, все лавры, опять же, лидерства у фунта, потому что вчера вышли данные по заработной плате, по динамике этого показателя, а также по рынку труда. В целом, я считаю то, что на фоне того ралли, который мы видели вчера, сейчас очень трудно делать какие-то прогнозы по британцу, потому что вообще этот тандем валютных активов, фунт против доллара, это крайне нелогичное поведение, которое не вяжется с типичными моделями реакции на макроэкономические события, или, по крайней мере, реакция есть, но она абсолютно неадекватная. Да, вчера вышли хорошие данные по, опять же, состоянию, по уровню безработицы в Британии. По факту отчета 5,4, это, по сути, докризисные значения до 2008 года. Мы наблюдали столь позитивную, хорошую статистику. Сейчас, в принципе, рынок труда на Британии снова добрался до этой планки. Но, в целом, я считаю, что если мы посмотрим, опять же, не только на уровень безработицы, но и на рост новых рабочих мест, то здесь уже будет больше негатива. Поэтому вряд ли общий уровень безработицы сможет удержаться на текущем значении. Плюс ко всему, вчера вышли данные по росту заработной плате. Уже на протяжении трех месяцев мы видим, как отчет неплохо растет, но, в целом, он ведь никак не сказывается на индексе потребительских цен, а на него он должен влиять в первую очередь. Потому что, если растут заработные платы, значит, можно делать ставку на рост потребительской активности, на расширение промышленного производства, на более оптимальные показатели экономического роста и, в целом, надеяться на разгон уровня инфляционного давления в стране. Этого не происходит. Три месяца зарплаты растут. Однако, вспомните отчет среды, когда мы констатировали и месячный, и годовой показатель по индексу потребительских цен уже в рефляционной зоне. Получается, что рост заработной платы несостоятельен с точки зрения, опять же, буста и катализатора для общего показателя по инфляции. А значит, ни в коем случае сейчас не нужно уходить от рыночных опасений, предполагающих возможности переноса срока повышения процентной ставки в рамках британского мегарегулятора на совсем неопределенное время. Вспомните также комментарии непосредственно Банка Англии и позицию, согласно которой, если повышение ставки произойдет, то это не раньше конца 2016 года. Фунт по-прежнему очень дорогой, создает угрозу для конкурентоспособности национальных производителей. И на фоне такой актуальной экономической конъюнтуры даже лучше задумываться не о повышении процентной ставки, а о дополнительных мерах экономического стимулирования, смягчения. Это, как я уже отмечал, возможность даже снижения процентной ставки, либо расширение программы выкупа активов. То есть это долгосрочный, серьезный, негативный фактор, который присутствует на рынке и на который долгосрочным трейдерам обязательно нужно делать ставку. Я считаю то, что тот выпад восходящий, который мы наблюдали по итогам вчерашней торговой сессии по паре фунт-доллар, он носит, скорее всего, ложный характер, он характеризует чрезмерный уход от риска и, наверное, не полностью осознаваемую угрозу, которая сейчас характерна для британского рынка в целом. Поэтому я думаю, что следующей целью долгосрочной для пары фунт-доллар может все-таки оказаться прежний ориентир, который мы выставили, на поддержке 1,50. Но понимая, что с этого уровня, даже с того уровня, с которого мы заходили в рынок, 1,52 пара ушла уже очень высоко. Соответственно, здесь действуют такие же сценарии, как характерные и для европейской валюты, потому что между ними сейчас сохраняются, соответственно, показатели корреляции. И краткосрочный сценарий может предполагать усиление позиций британца и, соответственно, движение выше текущих значений, может быть, на фигуру даже на две. Что касается долгосрочного прогноза, то по-прежнему ждем движения в район поддержки. Но для этого сперва сначала нужно, чтобы все участники рынка осознали те угрозы, которые характерны для экономики Англии. Для тех трейдеров, которые долгосрочного характера уже оказались вне рынка, соответственно, предлагаю снова рассмотреть возможность занятия короткой сделки, но, разумеется, не с текущих значений, а на просадке. И для этого можно использовать уровень 1.53. Те, кто осмелится все-таки попробовать использовать еще восходящий потенциал, также нужно залазить в рынок не с текущих значений, а подождать коррекции, может быть, до уровня 1.54, и уже оттуда принимать решение на покупку британца против американского доллара. Хотел также пару слов сказать про австралийца, поскольку по итогам вчерашней торговой сессии можно сказать, что у нас есть повод прогнозировать возможность еще одного снижения процентной ставки, может быть, до конца 2015 года. Основание – это решение одного из крупнейших австралийских банков, Вестпак, поднятие ставки по ипотеке. Я думаю, что по цепной реакции пойдут и другие кредитные учреждения. Соответственно, будут уже стечены условия кредитования на рынке, и Резервный банк Австралии, разумеется, будет действовать уже на опережение, стараясь несколько размыть вот этот негатив и, возможно, предпримет меры, направленные на осмельчение экономической политики через еще один шаг по снижению процентной ставки. Поэтому по австралийцу актуальные котировки у нас 0.7314, мы допускаем возможность ослабления. Напомню, что долгосрочная цель по этому тандему валютных активов предусматривает возможность снижения даже ниже уровня 0.70. По крайней мере, в преддверии возможных шагов по стимулированию экономической политики через снижение процентной ставки, опять же, и новозеландец, и австралийц, они по-прежнему выглядят очень привлекательно для, опять же, долгосрочных продаж. Собственно, на этом все. Кодовое слово на сегодня – это реакция. Еще раз напомню, величина бонуса 8%. Этот бонус действует до следующего брифинга, который состоится уже завтра. Если есть вопросы, ждем их, соответственно, на нашем официальном канале на YouTube и оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.